Третьяковский галерей Значит, первый вопрос, который мы вне порядка сегодняшнего совещания поставили, это сдача томов для того, чтобы можно готовые томы сдать в издательство. Рабочий день народного художника СССР Юрия Константиновича Королёва расписан буквально по минутам. Сейчас у него редсовет, потом встреча с архитекторами, и так до позднего вечера. Двери его кабинета не закрываются никогда. Вот это нельзя делать, вот такой портрет. Не портрет, вот этот тон маленький, а вот это очень большая. Какая-то такая скорбь, что... И все же основные его заботы связаны с огромной стройкой, развернувшейся сейчас в тихом Лаврушинском переулке. И все равно их снять надо. Вот пусть спускается и выходит, и взрывает. Вот это все мертвые помещения, территории, в которых мы будем нуждаться фантастически. Когда Королёв стал директором Третьяковской галереи, друзья забеспокоились. А его собственное творчество... Сможет ли он, как прежде, создавать монументальные произведения, такие масштабные и трудоемкие, как, например, мозаичная композиция в Центральном музее вооруженных сил в Москве? Героическая история России, воинский подвиг солдата, тема этой мозаики. Словно триумфальная арка, она обрамляет портрет Ленина и портал, ведущий в мемориальный зал, где хранятся знамена Великой Отечественной войны. Образная символика, точный рисунок, мощная экспрессивная композиция закрепили за Королёвым еще в начале 60-х годов репутацию большого мастера. Учился Юрий Константинович сначала в Москве, у знаменитого Александра Дейнеки, а затем в Ленинграде высшим художественно-промышленным училищем. В 1956 году он вместе со своим другом и однокурсником Борисом Тальбергом расписал вестибюль и парадную лестницу Института физкультуры имени Лесговта. Это была их дипломная работа. Молодые художники стремились преобразить, расширить архитектурное пространство, создать иллюзорные прорывы стен. Давно это было. Теперь он сам профессор, руководитель мастерской монументальной живописи в Московском институте имени Сурикова. Потому что, когда ты смотришь такой витраж, а ведь, как правило, за ним еще пейзаж, когда оттуда идет свет, начинают работать вот эти грани. Просто в муфельной печи ты все соединяешь, ставишь, и 800 градусов температура спекается все это. Спекается всеми кусками, какими надо. И вот получается такая вещь. Поэтому вот когда мы говорим о цветовой, вот эмоции цветовой, вы к этому не очень серьезно относитесь. Не зря. А витраж он эмоциональный, он как музыка. Все надо сейчас знать академию, знать азбуку, а потом уже вы начнете, как вам покажется интересно, в новых городах. Надо делать искусство, надо вводить туда, активно вводить искусство. Ну, хочется сделать совершенно новую вещь. Вот звук, электроника, вода и стекло. Тема будет создаваться эмоцией восприятия человека. Только лишь, больше лишь. Уроки Королева – это по существу суть его творческого метода. Лесная сказка. Так назвал художник витраж в зале приема в гостинице «Россия». Волшебная симфония стекла и цвета. Элементы национального орнамента вплетены в витраж интерьера постоянного представительства Азербайджана в Москве. Сколько солнца и радости в этой композиции. Древнее искусство смальтовой мозаики не всем раскрывает свои тайны. Юрий Константинович – один из тех художников, кто познал эти секреты. Тема мозаики станции метро улица 1905 года – события первой русской революции. А в оформлении вестибюля в станции Свиблова использованы мотивы фольклора и геральдики древнерусских городов. Своеобразное панно Королёва «Моя Родина» украшает столичный автовокзал. Каждое изображение, заключенное как картина в отдельную раму, поэтический образ, пробуждающий ассоциации с домом, древней культурой народа, родной природой, нашим сегодняшним днём. Этот космонавт словно приземлился на одной из московских улиц. Космической теме Королёв посвятил не только монументальные, но и живописные полотна. Конструктор Сергей Павлович Королёв. Звёздные братья, интернациональный экипаж, покоритель космоса. Путешествия по звёздным дорогам Вселенной. С раскрепощенной фантазией и живописным мастерством расписаны Королёвым стены в кафе «Метелица». Такими увидел художник персонажи античной мифологии. Сочетая реальность и символику, Королёв стремится выразить философские проблемы истории и современности. В своих картинах он по существу решает те же художественные задачи, разрабатывая те же гражданственно значимые темы, что и в монументальных композициях. Эти полотна посвящены незабываемым годам становления советской власти. но есть и иной Королёв. Поэтичный, задушевный, воспевающий вечную красоту родной природы. Зрительные впечатления, натура, без них художник не мыслит себе творчеством. И все же, как нелиричен бывает художник, он видит мир глазами монументалиста, даже в таких камерных жанрах, как натюрморт. Поэтому и деревенские крынки, и яблоки, и цветы обретают под его кистью значение существенных явлений бытия. В неразрывном единстве со всем его творчеством графика. В рисунках Королёва изящество линий и монументальная значимость форм. Его гражданственная позиция проявляется и в цикле портретов общественных деятелей Шостаковича, Секейроса, Анжелы Дэвис и в листах, посвященных политическим событиям, волнующим мир. Королёв обладает особым даром думать о завтрашнем дне, задаваться вопросом, что его поколение сделает для будущего. Им многое задумано, многое надо осуществить. Он автор мозаики, которую украсит зал славы памятника победы на Поклонной горе. Продолжается работа над Фризом для Московского дворца молодёжи. И всё это в то время, когда реконструкция Третьяковской галереи требует полной отдачи сил. Нетрудно себе представить ту радость, которую испытывали Королёв и его коллеги, когда в первый раз вошли в депозитарий. Новое хранилище произведение искусства. Уникальное сооружение. Для каждой картины, для каждого рисунка здесь создаётся особый микроклимат. Всё бесценное, что находилось в старых, далеко не совершенных запасниках, теперь будет надёжно сохранено. Новые мастерские, предоставленные реставраторам. Электроника, рентген, самая современная техника помогут мастерам вернуть к жизни пострадавшие от времени шедевры. Отреставрированные произведения помещают в специальные кассеты, в которых они будут ждать встречи со зрителем. Идея заключается в том, чтобы начать показ с портрета Третьякова. Кстати, у нас с вами два портрета. И надо посмотреть, что там будет лучше смотреться. Тот больше. Тот больше, и он декоративнее. Может быть, он там будет вообще открывать нарядные всю экспозицию. Вот, вот, вот. Я только сейчас об этом подумал. Это рассчитанно, как это музейный зал, и разворотник. И он более камерный портрет. Должны всегда цветы. Вот какое-то начало такое. А потом пошел у нас 18-й век, там все как положено. Принцип он и очень достойный, и очень редко уникальный, так сказать, каждую вещь. За что мы туда Троицу повезем? Почему? Не знаю. Ну, Троица не знаю. Не знаю. Реконструкция в разгаре, а Королев со свойственной ему эмоциональностью уже отчетливо представляет себе будущую экспозицию. Галерея со вчерашнего дня считается уже закрытой. Закрытой она будет на пять лет. В связи с созданием культурного центра, в который войдет не только сама Третьяковская галерея, но все близлежащие застройки. Всего в нашем объединении будет собрано десять музеев. Есть свои сложности, но вместе с тем это жизнь, дальнейшая жизнь Третьяковской галереи. И если хотите, в общем, это спасение галереи. В день закрытия в залах старой Третьяковки рядом с сотрудниками можно было увидеть известных художников, искусствоведов, реставраторов. И среди тех, кто разделял волнение директора, поэт Андрей Вознесенский. Я думаю, что искусство устало просто от платонического вздыхания, от просто поклонников ему. И нужны ему люди такие, как Юрий Константинович Королев, который хозяин искусства, который любит его не платонически, который хочет, чтобы врубель, Коровин, Малявин, чтобы они жили хорошо, чтобы на них не текло с крыши. Когда я первый раз пришел к нему, он показал мне не какие-то там дипломы, роскошные регалии, Третьяковской галереи. Он показал мне обломок балки, которая свалилась на него, когда он пришел первый раз быть директором. Это прогнивший кусок балки. Я думаю, что есть такая порода людей, прорабы духа, к которым относился и Третьяков, и Чистяков, которые не только создавали искусство, но и спасали его, конкретно ему помогали. Я думаю, что в лучших своих порывах к этой породе и относится и Королев, конечно. Закрылась Третьяковская галерея, опустили ее залы и какая-то большая-большая грусть по тем поколениям, которые работали в этих залах, по их теплоте к тому искусству, которое они хранили, которое они показывали зрителю. И вместе с тем осознаешь огромную радость ближайшей скорой встречи. Через 6 лет мы откроем залы нашей новой, старой Третьяковской галереи. и покажем многое из того, что вообще никогда не видел наш зритель. Это будет, в общем, удивительная встреча с прекрасной дискультурой наших предков, удивительная встреча с тем, что называется Родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин